так ребятки мы находимся на шхуне шхуна называется как называется шхуна называется не плящий да вот оставляем вездеходы без присмотру все что нажито не по сильным трудом все вот оставляем здесь да вода мутненькая пока может к вечеру и подосядет если штормить не будет может я и поныряю здесь чаранда единственный населенный пункт на западном берегу громадного озера вожа является одним из древнейших поселений на территории кирилловского района вологодской области она имеет очень сложную порой трагическую историю являясь административным хозяйственным центром некогда обширные богаты чаранской округи чаранда именуется в исторической и географической литературе селом посадом иногда городом песчаная полоса берега вожи от пролива в еломское озеро до устья реки мадлоны была заселена людьми еще в неолитические времена около пяти тысяч лет назад отважных охотников рыболовов привлекала сюда обилие рыбы в озере а сухой участок среди обширных чаранских болот был удобным местом для поселения фрагменты древней глиняной посуды и каменные орудия труда охоты до сих пор встречаются при распашке чаранских огородов от названия чаранда так и веет древностью на современный язык его можно перевести как берег поросший мхом что вполне соответствует действительности на песчаных дюнах здесь растут сосновые леса под пологом которых раскинуть удивительно махово-лишайниковые ковры по мнению археологов чаранда возникла в 13 веке и ее появление связано с процессом экономического освоения европейского севера путь в поморье лежал через водораздел крупных рек преодолеть его в древности можно было только волоком по реке ухтами впадающих белое озеро добирались до озера володского из него суда перетаскивали через красный волок два с половиной километра в озеро долгое из которого по реке ухтанки плыли в реку мадлону впадающий в озеро вожи затем через реку свить и озеро лача попадали в онегу и далее в белое море этот путь стал осваиваться с 10 века он сыграл большую роль в хозяйственном освоении края вдоль трассы пути возникла целая цепочка поселений отдаленных друг от друга на 30 45 километров это однодневный переход на лодке в том числе и чаранда в тот период она входила в состав белозерия княжества русский север в те времена был главным поставщиком рыбы соли железо пушнины еще более возросло значение края когда через него прошел торговый путь в западные страны онежский путь был почти вдвое короче двинского поэтому неудивительно что многие купцы пользовались прежде всего им благодаря оживленной торговли процветали и населенные пункты расположены на нем белозерск коротецкая пристань чаранда каргополь 17 веке полноценный город с собором церквами улицами и огромной пристанью вырос в северном безмолвии более 1700 домов и 14 тысяч жителей с 1708 центр чаранской области архангельской губернии с правом городского самоуправления правда в городском статусе чаранде удалось продержаться совсем недолго торговый путь через город начал хереть а вместе с ним утекала жизнь из удивительного места к началу девятнадцатого века чаранда скатилась к статусу села составе белозерского уезда советское время бывший центр округи продолжал тихо умирать все более превращаясь в город призрак на чистых водах озера вожи вершали просторные деревянные дома разрушили в начале тридцатых годов прошлого столетия собор зимние льды год от года резали пристань к семидесятым годам в чаранде так и не вела ни одна дорога последние жители доживали свой век словно на необитаемом острове вот такая она загадочная чаранда куда мы и поехали посмотреть показать вам ну и конечно же разведать много народу а выходные же праздничные дни да подруга или дружбан а а вдруг дружбан скажи да все опа ну здесь нормально сейчас лишь выходите подам здесь пока пока здесь ящик а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы первые, кто сделал шарп лучше Подписчикам канала Скидка Вот что-то кирпичная кладка какая-то была Смотрите, красный кирпич Может на дорогу просто накидали жители, чтобы лужу закрыть какую-то Но что-то в нем есть Интересное Крестик, ребята Православный крест Хорошо сохранился Вот за этого мы и копаем Смотри, вот сколько лет назад его кто-то носил Целый? Целый, не оборвалась Ниточка, видать, оборвалась Вот я говорю, это интереснее, чем рыбалка Тем, что ты никогда не знаешь, что ты нынешь А он наверняка серебряный крестик? Нет, это медный Сам факт Когда, сколько лет Вот как бы из-за этого и копаем Из-за этого и забираешься Вот историю потрогать руками, когда ты ее сам достал Помоем Тут еще написано Вон рисунки всякие, надписи есть Это крест Пока не видно так сильно Хорошо Ну, он такой Трудно читаемый был Ну, вот можно Заглубиться чуть-чуть Смотрите, опять кирпичный Да Вот перед входом Может быть, вот здесь полисад Вот здесь все может быть Да-да Сидели, разговаривали Сидели, разговаривали На заваленке мелочь выпадала Ржавчина Но звонит, вот все равно зараза Как тяжело распознается Что это такое? Вот сидел Как в ней На хребет-то вот Видали? Иван, ты сюда вешал? Да? Еще вторая половина есть Вот, наконец, кладется Вот так И, собственно, не видал Вот, видишь, еще старинную штуковину Что-то здесь Точно механизатор какой-то здесь жил Размазанное такое Да я что-то топоры-то не копаю Интересный Интересный Вот тут Где-то тут Кость Цвет метина Может, это самородок Из кармана выпал Медь Слушай, медик Кусок Кусок меди Может, покопать здесь Может, большой здесь На тон От колокола Может быть? Для чего-то Бронзянка А что-то всякое может быть Может, еще покупать Его, может, здесь 5 тонн Ну-ка Ну, не магнитится вообще Не магнитится Ну-ка Не, ну серебро же не бывает такими кусками Почему? Где его? Что из серебра такими кусками делает? Серебра? Да Оно, кстати, украшение какое-то Посмотри Миша, украшение фигурное Что-то фигурное Фигурное Это колокол, походу Смотри, вон Фигурное Ну, если колокол, да Колокол Да Летуха какая-то Посмотри Смотрите Бронза Должна быть тогда Непроста Да Одна коз Одна коз Вот она Кому на ответ хранения дать Здесь же была колокольня Здесь же была Нет пакетика никакого? Пакетика нет Есть рукавички Вот Могу Пакетику заверну Давай Я что-то не взял Пакетики Здесь же была колокольня Нет, пакетиков нет Ее разрушили Так понятно Ну да Сбрасывали Может, от колокола Ну, прикольно же Чаранского Чаранского колокола Кусок История Это интересно Ты видишь, блин Весной Вот прям Когда трава снегом примята Еще вся сухая Старая Вот тогда надо Либо на вездеходе Когда вот сейчас Было место интересное Я бы взял Выкатал бы его Просто Ну, прокатал Траву, да Прокатал бы И все Может, колокольчик Самый маленький Было бы здорово Скорее всего Что-то цветное Но Монетка может быть Самое интересное Бухарка Бухарка Станок нашел Голова От движка Это водопровод Где-то вот там Работает двигатель Слышишь? Двигатель работает Дизель Удивительно Где-то вот там В той стороне Мотор работает Вот там Где-то А там Может, генератор Удачный А мы тогда Вот слышали Вот что Хочешь трясить Вот Так я тоже слышу Слушайте А вот подложка Очень интересная Смотри, деньги Это еще Как сохранились Сох Фрески Да, очень хорошо Сохранились Прям красиво Вот туда Коптер бы поднять Поснимать Прям вот так вот Рядом Да Полетать их Поснимать Я слышу Вот там Где-то Где-то здесь Ну вот Вот в той стороне Слышу Там нету домов Уже дальше Вы слышите? Да Звук генератора Да Четкий звук генератора Если вот на улицу выйти Если там ничего не тарахтит А там нету домов Дальше Там нету домов Вот мы в тот раз То же самое здесь было Ушли Постояли 15 минут порассуждали Вернулись сюда По очереди Все послушали Есть звук Да Амбон Где проходили Все службы А зачем Коптер Коптер Скорее всего Иск Нет Может быть Искали Может сигналы Какие-то были Искали Это самое Вкладки заложены Ну здесь Да Кирпич Пойди на Нет Он обваливался Еще Видишь Просто здесь Обваливается Этот свод Уже кирпичей не хватает Он вываливается Вываливается Сейчас бы на всю страну Об этом рассказывали Такой построй Тогда просто Строили И строили Строили И строили Где-то вот В захолустье В болоте Блин Ну хотя Тогда-то здесь Была движуха Ого Кораблями Кирпичи Кирпичи Здесь свой завод Кирпичный Свой завод Дадимир Сколько вы здесь Живете Ну вот В Нижнем Что написано А Господи Спаси Царя Руси А как родились Так здесь И живете Что написано Василий Что Господи Господи Спаси Царя Или Руси Руси Спаси Царя Что-то Представляете 1888 год Вот ребят Надпись идет Сейчас покажу вам поближе Что-то Бря Какого-то Ноября Декабря Или что-то 1888 года И вот Изображение Царя На фреске Господи Спаси Царя Руси Вот это Да Представляешь Сколько лет И это вот Все сохранилось А вон Верхняя картина Туда Коптер Поднять Так Полетать Да Цепь Посмотрите Висит Как Так Ну что Пойдемте Дальше Попробуем Еще что-то Покопаем Пройдемся На ту сторону Деревни Посмотрим Да и будем Наверное Возвращаться Сегодня Ну пока Погода Еще есть Можно будет Покопать Полазить Может еще Что-то Найдем Интересное Церковь Конечно Удивительное Удивительное Какой Вот там 15 Сейчас я Увеличу Посмотрю Я тоже Эту Ну у нас Нету Тихих Телефон Вот Ребята Одна из Фресок Надпись Луки Глава 15 Статья 20 Вот так Вот она Сохранилась Вот так Сохранилась Эта фреска Вот Эта фреска Вот Эта фреска Царя Царя Колонны Вон Как делали Смотрите Колонны Какие Стояли Висели Все это Строили Да Никаких кранов Техники Тяжелой Не было Толком Все Какие-то Блоки Лебедочки Ручные Аккуратнее Тут Лежит Здесь Где-то Клад Зараза Так Делегация Внимательно Наблюдает За процессом Ай Да Скать Вот Да Не скрыть Так Ну Земля Здесь Какая Хорошая Вездеходов Должно Быть Много И Разных Предлагаю Вашему Вниманию Вездеход Лесник МСевер Простой Недорогой И надежный Вездеход Для тех Кому Не надо Выполнять Сверхзадачи При покупке Приятный Бонус По коду Герасим Шир Подробный Обзор Вездехода В описании Точно Вот он Вот он Родименькой Ведь знал Древний Сразу Воспоминания Нахлынули Юношество Вот Ребят Сапожный Гвоздик Нашел Такая Красотушка Пойдет Стол Находок Опять Динарский Бухар Бухарский Динар Ребят Практика Показывает Что Вот В этом Районе Жили Бухары И теряли Постоянно Бухарские Динары Мы их Уже Устали Выкапывать Пойдем Туда Лопату Нашла Лопату Не Она Это Советская Штамповка Бывает Находишь Кузни Лопаты Кованые Тебе Лопаты Кованые Надо Давай Я буду Искать Металлопривором А ты Будешь Копать Вкуснятина Какая-то Там Силит Мыш Наверное Увидела Мыш Забежала Так Очередной Скорее Всего Динар Ой Тихо 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 Вот он Вот он Бухарский Динар Ну что ж Ребят Вот и Закончилась Наша Поездка Экскурсия Мини Коп На Чаранде Что я могу Сказать Чаранда Бито Перебито Огромная Богатая История Население Было Большое Большая Движуха Но Об этом Все знают И добраться До нее Можно По воде Просто Даже На лодке ПВХ Приехав В соседнюю Деревню Наверное Это и стало Причиной Того Что мы Нашли Кусок Колокола Гвоздь Сапожный Крестик И что мы еще Нашли Кучу Бухарских Динаров Кучу Бухарских Динаров Вот так Вот Потому как Здесь бьют 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 Вот рядом Стоят лодки Они тоже С металлоискателями Надо ехать туда Куда Не добраться Так просто А здесь Взял лодку ПВХ И прыгнул И ты уже здесь Копаешь Местные Говорят Только ямы За собой Закапывайте И железки Убирайте А то косы Ломаются Косенька Вот так Да Чаранда Ну мы здесь были Поставим галочку Церковь красивая Того стоило Побывать Посмотреть И богатая история Конечно У города Которого Теперь уже Нет Сейчас приезжаем Вездеходов то нету Пацаны Записку Оставили Спасибо Думали Как выбираться Будем Боковая Да Идет Так Вожа провожает Нас уже не так Гостеприимно Да Раздуло Ребята Здесь О Волнишку Раздуло Ёлопалы Не поныряю Я сегодня Остров спас У нас вон Изба Вон там О О О Есть Контакты Да Ребятки Все Идем В переходном Режиме Волна Здесь Раздувает Ого Вроде Ветра Такого Нету Раздуло Блюдце Озеро Мелкое Очень Опа Тростины Были Из воды Торчали Метра База Половина Капитан Торчал Шucking Капитан Торчал 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 Сплата Путорана с мешаний И спустим головастика на воду Скорее всего будем ходить весь июль Потому что у нас вездехода не будет Будет в тюнинге он Ох Ты ж ек макарек Вот так вот и идем Не отпускает нас Чаранда Но мы уже почти дошли Теперь уже конем оно пусть скачет Мы уже пришли Я на вездеход ребята Я весь зад себе на этой лодке отбил Посмотрите мешали-то у нас сидит на мяканьком Не жмурится даже Не говори Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поплыл тоже Ты куда дружок Куда поплыл После чего капитан сказал Я вас на Чаранду возил Возил Субботник у вас ребята Там зарядка кухни Давай, давай Вот они, мажоры Руки не пачкают Ложкой гремят только Скромные без купателей Металлокопа Хотите вкусно готовить на природе Дома в городском парке Вам нужен мобильный газовый гриль Огрил С ним вы станете точкой притяжения В любом месте Проверено нами И временем Скидка для подписчиков По коду GerasimShare Ссылка в описании Так, ребят Ну что, мы приехали Вот с Чаранды Покушали И решили чуть не пропадать Еще пять вечера Поедем сейчас Съездим на речку Пустая Попробуем поставим Там постовухи на щуку Половим живца Может вечером Озеро успокоится Немножко И расставимся На Судака здесь Попробуем Ну а так же Пробьем дорогу Завтра поедем На одну из заброшенных На один из заброшенных Лагерей Посмотрим Что там сохранилось Что осталось интересного Мы покажем вам Это один из лагерей Каргополь лагеря Как-то так Так, сейчас найдем Точку входа Где Заходить в лес Чтоб пройти На просеку Так, ну что, ребят Мы зашли в лес Сейчас будем искать Где здесь была дорога Пока не угадывается Никак Как правило Мы находим По Смотря на макушке Деревья Где вот есть Просвет прямой какой-то Потому что Как правило На дорогах Деревья Расстали позже И догнать Не могли Рядом Высоко стоящие Деревья По этому Дорогу Видно Вот, кстати Что-то угадывается Вот, да Что-то есть Прямое В том направлении Где-то на карте В том месте Где-то на карте На карте На карте На карте На карте А это самое Из чего скажем Подъедем КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 так ребятки чечевичный супец готовлю суп диетический диетический суп с диетической тушенкой стальные бивни это ножи которые проверила время с которыми не хочется расставаться отличный инструмент верный помощник и друг в ваших руках наш выбор якутские ножи от стальных пусть это станет и твоим выбором а если в диетический суп добавить у банки диетической тушенки началось что началось ты вообще после шести не ешь вообще-то я сейчас сегодня исключение а так братцы угадайте что у нас сегодня будет что этот матрос здесь делает с вениками правильно мы сегодня идем в баню наша яхта стоит вот шерп наш стоит вот лесник стоит один он там лесник 2 стоит лесник профи да да экстрим да да ну-ка смотрите какая тут нужная баня а вид тут какой на озеро смотрите так оба сел и сидишь на озеро смотришь смотришь как все него не высмотришь не высмотришь все пока вот ребятки покажем вам баньку вот такая вот не знаю запотел нам все вот такая света здесь нету просто что у нас тут с температурой 60 65 где-то хорошо а к ребятки мишаню парят вам смотрите вот пищит мишаня пищи давай так народ мы попарились баньки попили чаю и уже нам пора наверно отдыхать завтра будем куда-нибудь выдвигаться по попробую вам показать чуть интересное на семишке не проспит все на свете как обычно его конечно просто наверное сегодня я сплю внизу мишка наверху буду пинать когда его будут храпеть буду пинать туда бам 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 чтобы не храпел так выгнал я его снижнего яруса он сегодня натопил печку так вроде списанную она как у бабушки кости ломит как у бабушки дедушки чему так вот все завтра будет новый день будет новое приключение